приветствую вас мои родные любимые христалюбцы все брата и сестры у христе и все люди на земле ну что ролик назову год спустя зачитаю некоторые комментарии которые были сейчас вот так вот поделюсь экранчиком что у меня тут есть еще тут вот надежда писала мне как-то сейчас найду а вот дмитрий это было еще две недели назад хотя кролику красота души невеста христова такой записывал давнишние не знаю сколько ему этому ролику же дмитрий выходи на проповедь очень хочется слышать эти огородные проповеди хватит уже отдохнул улыбается ну вы помните я немножко в тот записывал все равно вот эти немножко совсем когда работал сейчас я сменю аккаунт на христалюб канал там я хотел взять за основу просто комментарии ларисы чтобы поговорить был повод и как раз мне и нравится комментарий а вот так даже сейчас чтобы не искать так как же можно как-то выделить как-то можно нет так как мы на страницу ларис переходим так фильтр сейчас мы по-английски наберем лари вот все ларисы на комментарии я их вам сейчас зачитаю братишка родной но это вот лариса начинает писать и к бытие к моим роликам который выходит конечно лайк видеть в добром здравии и слушать тебя эта радость скучала по размышлениям твоим просто и без всякого замудрения это есть общение в любви никто не привозносит на другим а служит друг другу каждым своим даром следующий комментарий и еще я представила бог испытывает те же чувства и эмоции что и человек тогда представить невозможно какую он испытал боль после предательства люцифера слушал тебя на одном дыхании и ты правильно сделал что на время отошел отдел отдых был на пользу отдых был на пользу заметно и снова в строй дима даже в манере проповеди общение чувствуется прогресс слава богу за тебя человек сам делами гордыни умножает скорби себе спасибо дима не прекращай новое что начал и да поможет я господь в деле добрым делиться словом жаждущим его честно и смело послушание без любви это не свобода а страх много-много пищи для размышления получают твоих роликов спасибо дима и деревенская атмосфера в которой ты пропадешь очень настрой настроение повышает помню твои размышления прошлого года и как мне помогло твое толкование библии когда ты взял тайм-аут предполагала что достали тебя злопыхатели сейчас понимаю что господь так мудро ведет тебя дал время отдохнуть перезагрузил и вновь наслаждаемся мы общением с тобой в духе истине и снова и снова открываем слово божье здоровье тебе брат дима думала в коментах столько верунов налетят скаменьями истины но или ты их задвинул кнопкой бан или это было бы и это было бы правильно или с тобой остаются верные тебе я ни разу не слышала такое толкование содом и гаморы и уверена для многих ты приблизил этим личным толкованием подчеркну любовь милосердие мудрость бога и отдельно спасибо за ежику у нас их на даче полно семейство у нее кстати были где-то я помню еще когда вот там надо было посмотреть по моему на лаве тоже к тем роликам которые я раз сто лет выпускал лариса что-то писал еще я же помню я же помните я там и гулял был в барнауле в базулуке вернее в этом где был вот эти прямые трансляции несколько там проводил тоже я помню что-то написал и где-то на лаве она меня уже по моему спрос спрашивал с лариса сам не знаком лично вот она только в комментариях пишет она насколько я помню на меня наткнулась в яндекс цене где писал эти статьи через силу перезмогая себя потому что это вообще не мое вот яду делает конечно в целях просто продвижения да ну любой блогер проповедник хоть сейчас это сейчас это все свой тут как будто это плохо но на самом деле проповедь она и подразумевает все эти средства продвижения информации точно такие же как и в любые в миру используется да и она полна с яндекс зена перешла была очень довольна вот я к сожалению лично с ларисой не знаком ну даже смысле где-то там в социальных сетях не общались мы только посредством комментариев вот она всегда писала она тоже много она где-то писала я видимо забыл просто я помню что у меня на сердце лежит это еще когда я так скажем себя уходил что там такое писала я хотел взять комментарии за повод просто ну и рассказать как прошел мой год что изменилось вот ну что приехал я в пузево был я в воронеже неделю как вернулся в воронеже у меня есть комната теперь там же папа с мамой разошлись и разделили жилье там вообще у меня есть свой уголок в воронеже у отца там я туда кстати купил мебель в эту комнату он обычный был ну вторичное жилье хорошую квартиру ну хорошую в моем понимании естественно взял там бабушка он за ней она еще жива 95 лет он за ней присматривает я если что тоже на подхвате поэтому принципе я всегда рядом вот папа вы тоже стареет сильно вот так что в воронеже есть где мне тихо спокойно тоже жить и присматривать за ними тоже надо я говорю что моя семья в принципе в материальных не нуждается так скажем отца пенсион военный вот чисто руки глаза чтобы присматривать помогать вот поэтому жить я скорее всего очень осень зиму буду в воронеже наверно как раз в этой комнате я говорю я туда в принципе все купил мебель там шторы так ничего там ремонта не делал первая нормальная бы вторичка такая я доволен папа мой довольный я довольна мы с ним и сериями всем довольны потом я поехал вот сюда здесь я уже вторую неделю 10 дней вернее я где-то до 10 дней 10 приехал сегодня 19 уже 20 практически еще 10 дней побуду вот что мне со здоровьем у меня кстати с головой в принципе полегче реально полегче и тот год что я работал как-то когда я уехал два месяца было в краснодаре потом 10 месяцев в барнаул в бузулуке в бузулуке был вот и как-то у меня голова потихоньку старался не было плохо я чё но я предупреждал к тем кому я ехал работать они знали о моей болезни вот я предупредил они все равно настаивали приглашали и я поехал ну и с головой как-то вроде бы через силу так работая круглыми сутками но ничего вроде и вот у меня такое ощущение а сейчас как-то опять хотя перед отъездом не плоховато был вот ту неделю я начинал уже текст эти готовить по книге бытие и что-то меня как-то накрывала не так как раньше ну тоже неприятно ну вроде бы и вот сейчас здесь мне вроде ничего она конечно держит еще я чувствую и как ну конечно раньше оперировать что пережил это врагу не пожелаешь и даже это невозможно даже после как это все проходит потом опять ощущать это только на словах ты понимаешь это просто ад и жуть даже близко к этому не хочется прикасаться вот надеюсь что господь меня от этого избавляет или уже избавил не знаю вот сейчас мне 10 дней здесь мне нормально и опять же уехал в краснодар уже вот позу луки потом был у меня с кожей все нормально это экзема моя сюда приехал вот уже десятый день все на руки смотреть невозможно не буду вам это в камеру показывать уже все лезет и все дальше и дальше уже скоро опять скоро пальцы не сам не знаю на ногах тоже самое это хорошо вот велик есть хоть можно ездить и уже жизнь становится не в радость уже не охота не к воде прикасаться ничего здесь не делаю но ничего не делаю по той простой причине что я уехал тогда все засадил вообще за три года здесь конечно я может покажу если интересно в комментариях напишите хотя мне как самому уже не особо интересно тут показывать кто тут видел я тут конечно марафетик подновел красотень и вот год меня не было уехал все тут засадил огород тут вот тоже палисадничек хороший такой еще один мини сделал весь клубничкой хороший которая два раза урожай дает засадил и все яблонь сколько насажал кто видел таких карликовых и вот год не было приехал и тут караул поэтому все труды человеческие это конечно так жалеть я ни о чем никогда не жалею все делаю всегда стараюсь качественно максимально хорошо плохо и всягры делай хорошо а плохо она сама получится делай даже совершенно и получится более-менее да это такой принцип моей жизни вот но сам господь был будет совершенно это в нашей природе поэтому надо конечно стараться все делать хорошо независимо от того останется после тебя сколько это просуществует делай все качественно красиво максимально и будет тебе счастье вот и здесь конечно все бурьиный вот так я тут говорим пополам своей косой этой древней покосил так срубил не все что газончиком тут красиво кто видел я тут засаживал мягкий уже был я сколько-то сорняков руками перекорчевывал и все это заросло и вот я покосил и даже невозможно без ланцев ходить потому что это вот такие вот с палец штырями потому что ты же костишь вот такой вот бурьян выше головы так это все вот и ничего нету ни мои ни клубники яблони посохли огород весь вообще опять зарос я и даже его и не косил что туда лезть вот так что вот так вот то есть уехал все насадил ничего не вкусил и приехал уже поздно во-первых что тут сажать только в порядок опять будешь приводить месяцами вот ну и с моим здоровьем вот живой пример с руками я не знаю чего приезжаешь еще хуже то ли наш климат мне как-то не очень подходит черноземья хотя мне нравится сама земля где родился здесь и климат мне сам нравится но с кожи непонятно в краснодаре уже был на опять же такое ощущение что когда я начинаю сталкиваться вот с какой-то агрессивной средой все он казалось бы земелька матушка земля вот природа ходи по земле ногами босыми а мне наоборот хуже то есть мне надо максимально ходить в ботинках я живот я пока все приехали даже в воронеже в сланцах ни разу не вышел там в основном по городу ходил дела еще кое-какие дел и все и так сюда только приехали вот 10 дней уже сейчас уже не знаю что хоть как волком вой вот сюда мне помогало море на море мне вроде все проходил вот не зря мне там в краснодаре побыл опять же там я работал вот я общепитом занимался открывал заведение меня приглашали то чем я умею тоже знаю свое дело занимался вот открывал там бар ресторан и там то есть одеты в центре города жили жили прямо рядом в центре жили в центре заведения вот поэтому там весь одеты весь закрыты целый день в кабинете с кондиционером ну или в машине естественно ездим вот и не знаю сейчас непонятно чего будет поэтому по здоровью здесь я пробуду я сначала себе немножко потом о своем мировоззрении чего там за год просто я лариса где-то писала в другом она спрашивала что там изменилось или еще и как-то написала я этот комментарий не могу найти на все-таки на лаве они есть но я про планирую здесь побыть еще дней 10 лариса писал про пейзаж задний но на заднем фоне но он будет меняться наверное в этом году часто не часто вот я планирую совсем копеечку у меня есть я хочу все-таки на море съездить в июле вот мы кстати там были разочек съездили до напы на пару дней а здесь я хочу ну так же дикарем все по-простецки по-дешманаски кто знает кто ездил так вот простой жилишка комнату снять там да и все куда не знаю в сочи там в адлеру хочу поближе к абхазии я там был в принципе хочу еще раз съездить может быть экскурсия опять в абхазию куда туда я тогда на неделе помню ездил но сейчас все это не буду рассказ вот хочу на море съездить и там я кстати хочу даже посмотреть опять реально вот помогает мне для кожи или нет ваш муж не все-таки летом день тебе тать туда вот такой же дом старый можно и там где-нибудь купить есть одна сестра на меня все время зовет тоже приглашает к себе туда где кстати женя недалеко от вармавире вот и вот я хочу конечно посмотреть как у меня там будет с кожей полегче может мне действительно лет всегда чуть-чуть но что то ли наш климат я говорю мне не подходит я не пойму чего меня с этим сырья экземой все-таки она где-то вылазит где-то закупоривается казалось бы не имеет значения но видимо все-таки имеет вот что по поводу того как я провел год а кстати ну потом меня тоже меня там в питер старая знакомаясь воронеж созвонился такая подруга настоящая мы с ней там общались свое время это подруга моего друга и мы с ним очень близко когда стали дружить и до сих пор они расстались а мы потом всегда дружили я как-то она всегда тоже звонил узнавала как у меня дела и она сейчас питере живет тоже приглашал меня в гости питер посмотреть я может быть там в августе в сентябре как-нибудь по дешевочке тоже там простыми билетами простыми этими ну как не доберусь короче вот сейчас вся с транспортом то нет проблем только деньги плати да там у нее можно будет пожить она квартиры там родители помогли купить вот есть там где жить прокормить тушка каренцы где питаться в любом месте еду покупать надо вот я даже здесь сейчас покупаю ничего мне своего нет я он огурцы и помидоры также покупать потому что своего ничего не да и рано еще ну есть тепличные поэтому даже тут приходится еду покупать вот так что вот такие у меня планы это просто но я в принципе для записи то мне ничего не надо ноутбук у меня хорошие есть спасибо всем кто тогда помог собрать все у меня есть микрофон камеры поэтому не в принципе саму схему я отладил как чё там поэтому все с собой есть чем работать рюкзачок если хорошее удобно еще там в базу луки купил с алиэкспресс тоже дешевый но такой специально под технику чтоб там хорошо держалась ноутбук все эти гаджеты можно было разместить вот так что я буду везде писаться где бы я не передвигался сейчас даже если на море вы будете просто менять видите смену и ну скорее все будет конечно квартиры их не будут там на берегу моря так хочу просто климат поменять покупаться позагорать немножко вот это что по поводу моей жизни моего передвижения на будущий год я кстати записал ролик скоро вы увидите на христолюбе после когда книгу бытия я уже записал на сегодняшний день на 19 06 но вы видите по два ролика в день выходящий после него там выйдет у меня ролик пожертвования там тоже немножко о жизни рассказал и о планах вот мои моя жизнь мои планы кстати зависит от вас на я там об этом сказал здесь я не буду повторяться там посмотрите по комментариям потом может быть что-то еще я добавлю или папа пообщаемся поговорим а что по касается моего мировоззрения год спустя сказать что я там ну причина которую я как бы немного оставил все это вот знаете действительно то ли я надорвался я очень действительно в сердце я очень любви обильный парень я очень братановский такой как это назвать то я всегда мне все с детства я все им пытался сбить вот шаши это шайку или как банду всегда мне казалось давайте всеобщее мы все братья друг за друга там кровью помажемся вот всегда у меня вот это и меня все время кидали все время я вот это друзья начинал с детства начинают когда мы действительно такие шпондели там с одним дружим не разлей вода потом с другим вот потом уже повзрослее побольше этой тусовки потом еще повзрослее юношеские какие-то я говорю и слезы и радость все было и подводили и за девчонок бросали пацан пацана в 15 лет братву бросаешь из-за я не буду выражаться до мягко скажу из-за девицы да вот все пережили потом студенческие годы студенческие братья так их назову да есть у меня тоже ребята мы очень тоже сдружились и я вот хотел всегда вот такой вот братство всех среди вокруг себя пытался объединить сконсолидировать собрать и чтобы причем я при этом никогда не был каким-то превозносился этим нет я как бы лидер потому что я тяну все это и причем естественно не я себя выпячиваю потому что я всегда за всех заступался я шел первый короче где чок кузнецов первый спина грудь вот или там помощь неважно материально то есть я старался участвовать и в беде в каждого и радости и вот я любил что все мы были вместе вот это у меня чувство постоянно вот я все время на этом хлебаю дегтя и вот конечно христианство когда я вот все окунулся были радости были сначала эйфории было начинаешь общаться там с православным помню на то что как раз вышел я же прикоснулся к этой религии тоже потом все равно кто знает всю мою историю ой ну вот они православные давай общаться ну там караул там потом тебя же еще и простите совсем дерьмом что в тебе есть она во всех есть и тебя вместе с ним сожрут и даже не подавятся и за глаза обсуждают осуждают клевещут ой чайно смотрелся наслушался и про себя и о себе и в глаза и за глаза я тогда стал удивляться что это такое ну кто видел все эти всю мою жизнь она открыта была на ютубе все это начиналось бесед с православными я еще тогда думал да что же это такое то вот стал стал со всеми общаться христианами с протестантами все то же самое все стал чуть ты больше еще освобождаться плюс я сам к этим я культом равнодушен был культом со всем этим к люк к людям я всегда старался когда мне звонили не не я вот одной сестре алочки понравилась моя фраза так она мне сердце вышло что любовь то она в бытовухе вся наша жизнь то именно в делах любви и когда звонит место просто поговорить за жизнь чё как какие радости какие проблемы вот она любовь вот она причастие вот она разделение хлеба и вина желчи как горе вина как счастье хлеба как обыденной жизни да вот она все вкушение вот она общение братской сестринская до любое вместо этого те звонят и начинают что-нибудь перетирать кому-нибудь кости перемывать я этого вообще никогда кто знает мне никогда не было роликов на канале знаете вот этих обличительных там на кого-то я там под текстом писал что-то отвечал кому-то ведь на меня тоже там хоть и не такой популярный как есть известные действительно блогеры проповедники религиозные свободные на них там тоже друг на друга вот они там что сейчас православие везде я это уж не смотрю но я тогда еще застал и видел сейчас наверняка то же самое начинать с тех же самых патриарх и все и давай вот эту кучму друг на друга потом оправдываться на него обратно камень и узнаешь как битва щит рубит щит рубит но это ролик он защититься пол ролика от того нападок и давай мечом словом божьим рубить а я на это моя такие ролик смотреть не мог не все противно не интересно суть конечного бытия это вечное всеобщее покаяние в которой есть поведу и царство любви где все 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 будет начиная от люцифера заканчивая самый последний плохой это дыхание жизни не знаю где там наши все собачки кошечки будут иметь ли они какую-то там личностную душу вдруг правда имеют вот но все там будем всем будем ликовать пить вино есть хлеб никакой уже желчи там не будет да и конечно когда я все это вот шел от этой мы плюс я опять я так переживал плюс вот люди которые стали меня окружать вот эти какая-то группка образовалась друзей приятелей как хотите собеседников стали с кем-то сближаться там в телеграме общались в социальных сетях где-то конечно вот эти нападки все кто знает сколько я там банил потом опять амнистию объявлял открывался х и опять по кругу конечно когда тебя долбит целыми днями и в скайпе и в комментариях и в личных сообщениях ну что от этого приятно ничего ты начинаешь понимать почему зло то она вся выпячивает а добро она любит тишину знаете как говорят счастье любит тишину хотя мне тоже много всегда и благодарили и высказывали вот именно свои теплые пожелания слова но зло то она жестче она заседает в тебе да и вот это все и как-то вот тогда тоже я говорю вроде казалось бы только этот компьютер ноутбук откупили все этот готовился к лету там все обзавелся все что нужно было по накупил еще там с алика и чет меня как еще вот приглашает и меня прям как зашкибот берет и все меня аж прям я там и записал меня тошнит все от всего этого надоело все это правда и знаете и хорошая была проверка еще у меня внутренне все это конечно что-то тоже меняется и вот эти даже те люди с кем я общался ведь даже в той группе где мы общались ну кто-то сейчас слушает кто кто-то со мной остался а некоторые отвернулись причем более того я удивил что они не просто от меня отвернулись когда я стал что ты тоже высказывать не то сам может быть в чем-то колебаться даже верим как это говорят можно сказать или просто не настолько уже все это села что я стал немножко протестовать да и место любви в очередной раз который я сам старался проявлять все равно что я увидел и от меня стали отворачиваться и мозг мне просто долбить и выносить то есть все вот это религиозничество опять полезло из тех же людей которые казалось мне окружали и более того я знаете люди и в культы опять полезли вот мои ёжики лазит тут целыми днями это меня вообще поразило платный я-то не угоден мерзость да чуть опять в религию поверит понесло там кого в православе кто в протестантизму кто откуда вылез и туда же засосал и все конечно удивило вот но да ладно вот конечно многие остались со мной мы общаемся пусть не часто но тоже часто не часто это в принципе ж по желанию ты мы все на далеком расстоянии всех свою жизнь тут я как раз ничего плохого не вижу вот мы всегда готовы прийти на встречу всегда на связи вот именно действительно общаемся да вот и что за этот год да вот я сказать что этому сильно что-то думал нет я наоборот до отключился я работал конечно меня был свободный вариант к утерю там без выходных я гуляю пешком всегда я там с работы на работу пешком когда только была возможность там ну двоих точно потому что один вот он один вон там его бы здоровеньких таких от либ семейка мама с папой вот я гулял там всегда я говорю когда только есть возможности везде пешком хожу всегда нет у меня машины ничего покупать и не стал хотя вполне заработал на нее и я конечно размышлял все равно все как всегда я говорю ничего я реально год не читал писания как я говорил только за редким исключением там я с одной девушкой почитал немножко а сам я не ветхий не новый ничего вообще не читал ничего не слушал никого вот подписан я сейчас в основном так для себя там на каких техно блогеров все же связано с побрякушками то вот этими мобильными что-то такое ну что-то надо смотреть не за каждого свои интересы но что-то с компьютерами вот это программное обеспечение я вот как так это для общего развития сказать что я там целыми не пользуюсь так для развлекаловки на самом деле ну вот а что-то такого вот за умного так назовем это я сейчас не смотрю да и что у меня поменялось да ничего то что я стал опять как нож поспокойнее да потому шире меня это стало я стал вот это уже не по силе стал надрываться сердце за все переживаю да вот за это и действительно видимо стал рвать сердце чё его рвать то жизнь одна на в этом теле сейчас у меня все время тоже иллюзия сверху но это хорошо что я стремлюсь к совершенству и все мы должны стремиться но я хрю это только стремление не надо ожидать что она здесь получится да сам господь пришел на землю сам бог он все знал чё кому сказать в сердце в сердце каждого было открыто это он ничего не смог сделать самого распяли отвернулись кто поругал потом и все то же самое да и ученики его и колебались потом ну и в общем царство божию не получилось на земле сделать да и и и церковь вы знаете какая у нас непонятно какая из кучи культов состоящих религий сект свободных и кого только нету вот и вся церковь тело христово вот и а я у меня просто заносит вот это я даже сам не замечаю уже как все меня несет на это идеализм вот 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 все да вот должны кто-то там меняться мы должны вот так вот тоже едино там быть все все это идеализм когда он будет тогда всему свое время да вот люди с которыми тебе судьба быть ты будешь который действительно по духу вы уже возраста духовного одного вы будете вместе или наоборот ты можешь быть с ребенком а может и со старцами вообще тут забивай себе голову надо жить просто простоте есть как есть и вот в этом плане да я подуспокоился опять будь что будет жизнь идет люди каждый день рождаются умирают вот те же самые подписчики их так назовем да то есть а в них есть игры твои и лютые враги чуть ли но не твои враги а ты им враг да нет врагов нет чем ни с кем делить или воевать у меня нет ничего и ничего мне не надо вот и поэтому чем не поменялось да я чуть подуспокоился в том плане то я уже стал переживать за это опять какие-то нервики внутренние да я может их не показывал вот конечно я внутри переживала сейчас я опять успокоился хотят быть этих религиозники рабами да пусть будут чё я напрягаюсь хотят суббота воскресенье свое место родственник вместо друзей я вам честно я вам говорил вы помните еще вот эти ролики мои с хлебом и вином я там рассказывал как лучше дома посидеть все это говорю вот что я нового говорю ничего я сейчас вам говорю да лучше пиво с друзьями попить если 30 лет в хорошей теплой компании узнать у кого какие радости игру разделить вино у кого какие горести желчь и спить с ним эту чашу крови и вина крови страдания и чашу вина чашу радости все и вкусить хлеб жизни просто побыть вместе все пиво коньяк чего там пьете лишь бы не до глупостей вот из кому-то там это вредит лучше не надо если с головой не дружишь а у кого нормально все проходит можно посидеть у кого без алкоголя без алкоголя посидеть семья деть а если вам охота в этих ну капищах я называл хорошо не хотите капися хотите храмах в храмах постоять этот непонятный лепит и всю эту тут уж я не буду учет сглаживать вот эту нуднятину господи помилуй там слушать по пять часов доходится вам свои выходные на тратить да пожалуйста стоять с ноги на ноги переминаться вместо что с друзьями вон над на травке поваляться на теплом солнышке в речке покупаться летом бабло туда это нести вместо чтобы нищим этот храм и миллионы долларов стоит строит вот такими вот стенами по 25 метров высотой кому это надо все найти храм может сколько домов бездетным построить или нуждающимся кому все нужно то до небес стоит то сколько туда денег в бухана патриарх кирилл все этот ролик видели как мы восемь точек в день открываем вы видели такой бизнес восемь точек в день вы такой торговой сети не найдете ни любого бизнеса восемь точек в день и все я усуверяю рентабельные ну если одна из из ста то есть одна в недельку какая-нибудь проседает но она так ради пиара и ради занимания места чтобы другой кто без я бизнес занимался я знаю что такое должна стоять там где не рентабельно лишь бы никто не влез 8 точек в день вот тебе бизнес шикарный если вам хочется спонсировать участвовать в этом свои деньги туда нести вместо чтобы сам на себя потратить на своих детей на своих родственников на своих друзей и и на нуждающих действительно людям вам казалось бы никем не являющимся ваше дело если у вас что-то внутри от этого растает хотя я сомневаюсь то что это дело ничего благого в нем нету строить строить эти никому не нужные здания их уже перестроены иисус ничего не строил в это все прекрасно знаете если вы готовы своим сердцем бороться ты на быть все время в негативе от это ведь внутренняя борьба с истиной она просто так бесследно не проходит человек несчастен человек начинается злиться вот это все нервяки откуда тоже нервяки никогда вы помните иисус тоже вы помните как он ужасался когда его убивали как он тоже переживал играл да до коллиж метод любимая фраза до такой лишь будут терпеть вас помните долго ли еще буду с вами да когда же все поймете они на прощальном ужин ничего не понимать сидят делят престолы святости кто больше кто меньше до ругаются все то же самое вот и пожалуйста из кто хочет это заниматься неважно это вот эти православные католики протестанты то же самое нуднятина был я на этих собраниях чё там надо это вырваны эти два стиха послушать и половина лжеучения каких-то навороченных когда ты не права голоса не имеешь ни поговорить ничего раньше вот наешьте бабушек этих православных храмах осуждать что не болтают во время службы там а я теперь думаю да они вот и хотят поболтать и это настоящая вечера любви когда люди пришли и болтают друг с другом вот это вечер любви а никогда не с ноги на ноги непонятный плачущий лепит несколько часов слышать никому не нужны никому непонятны а вот поболтать им охота поболтать покушать они стоят там шелестят пакетиками конфеты друг другу на поминки раздают вот она любовь вот что должно быть но нет батюшку будет грозно кричать что вы там ничего не слушаете стойте ковкопаны шаг влево шаг вправо расстреляют или евангелием запущу на караул это если и кто-то хочет так жить пожалуйста я об этом говорить будут только я больше игру в сердце рвать вообще не буду зачем и живите как хотите в 2000 лет стоит этот православие лиц из протестантизм вырос и еще куча всех и еще и ничего никто это не сдвинет иисус никак не сдвинул иудаизм как он был так он остался и так он будет до конца времен еще сердце рвать говорить я буду в свободной простой форме кто по skype мне уже опять по skype начинает звонить я конечно очень холодно отвечаю на что я отвечу начинает опять пройти культы про секты про святых про вот это все про экзальтации как-то бога пережил я конечно тоже часть служения и мне тут надо сейчас перестроиться я вот буду тоже ролики записать конечно надо с этими людьми как-то общаться что-то слушать что-то говорить конечно мне тяжело все это я вот слушай она мне надо а ему она то надо спана ему хотя бы надо бы я в этой ради него бы сделал я понимаю что мыть не надо надо один раз как грязное белье выкинуть уже рваны и старые все даже стоит прошел тут может вообще не проходил кто-то проходил просто сомкнуть и выкинуть все это и забыть обо всем об этом и жить нормальной жизни помогать людям радоваться веселиться не забивать себе это ерундой голову не тратить время свое понапрасно жизни чужое время не тратить понапрасну это очень кстати важно вот так что тут какие изменения вот верю по поводу религии культа все у меня осталось истина вы помните я что нового сейчас проповедую я все я всегда повторял слова апостола павлу прекрасно помню мы проповедуем чего христа распятого когда мышка делась христа распятого воскресшего любовь и бессмертие крест это апогей божией любви к нам воскресенье бессмертная жизнь вечная все и сделал он вы прекрасно помните как он сказал говорил что я даю свою жизнь сам никто не вправе не способен не собрать и спустился я сюда с небес никто не восходил на небо как только сшедший с небес сын человеческий сущий на небесах он сам это сделал никто его не гнал он не боится ни ада не стремится в он бог благо и неизменный хотя свободный что я нового вы слышите в моих проповедях все это изменилось нет проповедую того же самого иисуса того же самого распятого воскресшего и вознесшуюсь некогда сошедшего в плоти в образе человеком да и есть как и он и есть человек да поэтому тут я даже не знаю какие-то грани вот эти как я говорю знаете или правды открытые знания ну я буду говорить что кое-что сейчас обещал вам может завтра уже запишу там ролик о реинкарнации и несколько роликов связанных с этим мировоззрением кое-что расскажу это никак не будет противоречить христианскому моему мои мировоззрение и моему так скажем именно христианскому как я себя считаю и то я покажу что я я же все об этом говорил я же говорю что я вижу вечное во всеобщее покаяние и вечной жизни и в разные этапы я говорил просто теперь вопрос станет сейчас хотел я опять тему уже начинаю распыляться просто вопрос это все это на земле или какая часть на земле потом там посмотрите мои ролики в прошлом году позапрошлом а времени о вечности я там все это говорил тоже сам сейчас через призму реинкарнации там лишь чуть добавится и чуть я некоторые вопросы другие за счет этого покажу раскрываются ли не или имеют место раскрываться если это принять во внимание как бытие часть бытия и все и это это же все играл это я и будут показывать что на основные истины бытия сущие действительно они никак не влияет они их никак не убирают не искажают не изменяют на что еще мое поменялось или как как я изменился вы не знаю да никак мне кажется я говорю то что я чуть там поспокойнее стал вот единственная действительно нет на пользу пошло я же не читал этот год не библии евангелие сразу вот вам стал ветхий завет проповедовать там писать ролики я этому очень много времени посвятил 10 лет я отдал лучшие годы своей жизни 27-37 мне там нечего уже готовится дата можно вечно ковыряться но то что я вам уже буду показывать записывать это уже все мне давно известно я поэтому и хотел это всегда сделать вот и всему свое время просто пришло время сейчас будем писаться вот еще лариса писала про то что куда-то делись все ну вот про прогресс то я ответил и про другой свой немножко это я по сути просто успокоился вот и все потому что я к этому стал немножко ну как успокоился проще стал относиться опять а то немножко мы бежим иногда и забываем что надо остановиться подумать немножко просто заносит а вот и все меня тоже уже заносило я уже думаю что я это переживает а надо сердце свое тоже беречь и по поводу ларис написал что куда-то все верны делись или я их забанил хотя это и правильно нет я кстати вот с того время как я сейчас спешусь тот год уже даже которая стал ролик выпускать они подписчиков у меня не прибавилось не убавилось за это время youtube сейчас этим как-то непонятно как мне там все эти алгоритмы работают вот я единственно вот я тогда делал даже теории амнистии сейчас я ничего не сделаешь вот смотрел я как-то заглядывал на страничку посмотрел на этих людей некоторых помню думаю что участок всех подкроешь опять это польется грязь она мне надо что мне это даст одно дело доброе искреннее мнение размышления пусть даже критика чего-то правильного да хотя я и всяк не принимает сколько мне там с эту улыбкой православной по-моему долбили да что в ней греховного я уже скоро сказал отстаньте от меня никогда этого не приму с бородой с этой всем только игра отстаньте это вообще никогда в моей жизни не поменяется а поменяется без вас поменяется я не теребите мне душу и бородами улыбками я такой какой есть в этом греха нет никакого для вас грех ну ты тогда не общайтесь со мной да и все с мерзостью от вас не бритый улыбающийся грешник да а какие действительно должна быть критика здраво объективно надо показать человек вот в этом ты не прав а что у него там с лицом как он одет это все это твое личное мнение и даже основаны на слове божьем который для тебя слово божие а я публично заявляю что для меня библии не слово божие писание историческое писание даже евангелие тоже описаны блага весть о чем новость новости вот сейчас новости будут скоро по телевизору которые иногда смотрю о чем новость то о том что господь сошел на землю что же историческое событие и описано насколько верно и правильно решает пусть каждый а тыкать там этим мячом рубить 7 поэтому я никого учета амнистирует честно не особо имею желание если кто-то там сильно исправился имеет желание общаться со мной пусть сначала где-нибудь в личке мне напишет есть почта который я продаю в почте некоторые даже баню помню там отдельно но все захочет достучиться уж навряд ли его везде забанил да вот мои контакты все доступны и всегда выписаны к ролику на сайте есть в контактах уж найдет как сам провинился пусть потрудится как-то достучиться и пожалуйста разблокируй пиши комментарии давай хоть и общаться хоть брататься я ни на кого никогда зла не держу но зачем я вот себе вот это вот жизнь портить я говорю пожалуйста никому не запрещаю на своих каналах на своих ресурсах на своих со страничках делать из меня демона вырезать ролики коверкать слова клеветать или даже говорить правду по вашему или может действительно правда пожалуйста вот именно вы свободны я не могу мой свободу заканчивается там где начинается ваша боль то вы не будете защищать даже посредством государства говорить что вы меня клеветали подавать на вас в суд зал ложь и все что-то еще я твари я не буду банить ваш канал если вы будете делать из моих роликов нарезки я это публично говорил пожалуйста можете мне эти живот словами и тыкнуть я ролики свои стареньки не удаляю весь новый завет вон записаны не ничего там не стыдиться не скрывать не передумывать хотя там первые ролики про матфея писал еще вот именно в духе даже где еще с православием соприкасался ну что я там все кто знает я всем смотрел через эту призму истины из всего извлекал мед и пшеницу даже из православия из этих святых отцов всегда набирал то что соответствует истине которые в любви смирении бессмертие во всех добродетелях в терпении да они просто что культ всегда был для меня ерундой я и этих святых мне все равно чем там они писали какие понедельники не пели вот так что вот так вот сейчас отвлекусь да вот там протестанты верит он все он спасен только потому что он евангельскую историю поверил и что иисус сын божий ну и пусть потом настигнет его разочарование может еще раз придется на этой земле пожить или там уму-разуму поучиться и любви вот просто об этом конечно в ролике так и буду говорить на что полная чушь человек никогда не поменяется веря в иисуса сына божьего и все только любовь преображает человека и душа его полна совершенство души только в любви возрастание любви достигает душа достигает своего совершенства совершенство в боге только в любви ни в чем бог ни в кого не верит бог даже в иисуса не верит представляете нигде и нам в евангелии от не сказано а иисус говорит будьте совершенно как совершенно отец ваш небесный в чем в вере что ли а протестантов одна добродетель хоть бы взяли себе сколько я им ссылался на стих любился вера действующая любовь но хотя насколько я потом узнал они стиху модели сисковеркать каком-то переводе или сами так толкуя вера движимая любовью то есть никак а с вера любовью движимой я тогда плюнула надежда за дверями своего своего дома все это ничего не изменить и я поэтому никого не и поэтому кто-то может отписался кто-то не смотрит и им просто еще не приходит оповещение ли сто лет не заходили на мой канал и с того время как я выпускал эти ролики где-то там вот бузулуки и сейчас на христолюбие по писанию вы смотрите по бытию вот во первых так скажу что евангелие это на лайве еще любили там косточки мне по перемыть она христолюбие никто не читает никто ничего не слушает этом евангелие писал если на лаве там 300 500 просмотров до 1000 может дойти какого-нибудь ролика хайпового более-менее такой живой темки где я тоже там могу немножко пощекотать кому-нибудь нервишки и кости по перебирать то на кто бы помнит евангельские чтения хотя там тоже мог это делать но так как они длинные занудные по писанию все слово в слову от абзаца до абзаца все доказывая все показывая комментирую и кто меня терпеть не может как он будет слушать такие ролики часах и их там кстати особо не было и сейчас поэтому кто на христолюбие смотрит чтение бытия и всего даже святого завета у них просто не хватит терпения меня слушать вот и все поэтому я думаю поэтому я сам заметил что вот как я их выкладываю сейчас по бытию никто особо ничего не пишет хотя вот и плюс яму жестко предупреждал вы слышали в ролик что я действительно я тогда уже кто помнит вот эти ответы на вопросы помните я тоже говорил что он такие полезные люди ну караул просто и матом и перематом и чего только не это такие гадости пишут что вообще караул какая тут связь я не пойму тебя что-то не устраивает как господь сказал если я не прав скажи в чем я не прав а если я прав за что ты бьешь меня и поэтому пока я никого не банил не знаю просто никто не смотрит на что там 20 человек 20 просмотров так что вот так ну вот я не знаю чего вам еще сказать что изменилась моя жизнь ролик я тут по пожертвования записал не все сказал что хотел потом думал еще один записать но потом подумал что писать то посмотрю учетом тоже комментарии какие мысли размышления вопросы пожелания напишут может тогда еще один допишу а за себя тоже просто вот в этом ролике все-таки скажу год я проработал зарплата моя была стабильная у меня есть свои таксы за те услуги какие я оказываю головой вот в тех сферах которых я соображаю зарплату меня было 60 тысяч за год я заработал и получил что в россии не всегда бывает да что захватать на не получить нас везде кидаются это заработал и получил в теории 700 ну и в практике 720 тысяч но мне ничего не осталось я как-то даже об этом потом задумался мне мне все естественно мирские друзья у головы крутят что я типа дебил опять опять я все профукал конечно что-то я потратил на себя эти 60 тысяч в любом случае я платил там за коммуналку то есть я же жил никто же меня не содержит ну квартиру про тоже оплачивала это было мое условие предприятия ну а дальше уже коммуналка все расходы на жизнь конечно я все равно тоже тратил еда хочешь не хочешь на все это уходит плюс ты живешь в миру общаешься конечно были растраты небольшие купил я вот единственное уговорил в эту туда в комнату к отцу мебель ну тоже недорогую простой обычной мебель там купил что-то покупал там вот из техники все равно некоторые вещи для компьютера кое-что там какие-то свои вот ну совсем немножко я там обновил гардероб пришлось купить мне там некоторые зимние вещи хотя у меня были в своей воронежной не получилось никак переслать там с этим целая проблема была я же уехал в одних шортах думал на месяц я сел туда в краснодар на месяц позвали там два был потом на месяц в бузулук в оренбургской области я там 10 месяцев вместо месяца пробыл вот и все осталось у меня копеечка в загашниках вся черный день у меня всегда есть не люблю там стараюсь не просить какие-то на трусы на носке все говорил вот ну а все остальное ничего у меня нет не купил себе не машину не квартиру да и ничего вообще не купил вот сам себе задавал вопрос и я к тому что в том ролике да когда я вот кому-то собираю тоже мне в чем только не укоряли что я себе забираю в чем не забирать чужой если я даже свое как все ой проповедник ну кто-то считает должен своими руками то есть он должен я еще когда-то мне тоже этим тыкали тогда когда мне помогали я говорил ну да проповедник должен у павла выдирают какие-то конкретные стихи хотя иисус когда вышел на проповедь тоже уже от всего отошел и ничего своими руками не трудился и так многие потом ученики его делали когда человек целиком отдается проповеди там благовестию и и меня еще тогда тоже я говорил слушайте ну вот вы считаете что можно вот такую вести деятельность как я вел тем более кто знает как я записывал сколько сколько я этому уделял в ней времени это же не просто так вот с ходу я прошел там 10 минут что записал и дайте мне миллион тогда же был не так все знают мой труд ну как хотя бы с виду конечно никто не знает его внутрянки все это и сколько приходится над этим работать и мне как-то тоже написали ну слушайте вот вы считаете что можно можно реально ведь я человек рабочий я всю жизнь тоже работала и руками и головой и что руками что головой устаешь в принципе одинаково на самом деле это и вы считаете что можно так с 8 до 8 как я вот год работал я даже этот год задумывался да я приходил такой же уставший поел помылся и все это еще дома еще дома посижу поработаю 8 я вышел 8 пришел 12 часов на работе я еще выходные еще я пришел поел помылся и все еще дом ир бывает работал калком подкроешь и опять чудо делаешь подделываешь вечно все срочно вечно все нужно и когда что делать то вот расскажите мне я уделял этому я вот здесь два года вообще не вылазучи кто знает я просыпался в семь садился за то кресло своей больной головой кожи и в 12 я ложился никто этого просто не видел и все все что я делал готовился кушать и топил дровами зимой делать ничего здесь и вот так ей не вылазил с этого компа я кстати за 10 лет все зрение посадил у меня садится зрение я понимаю я плохо видеть стал вдали у меня развивается близорукость вот и итог с виду к что все это можно вот отпахать прийти и еще да еще проповедь хорошую записать по писанию почитать это кажется заниматься над чем-то одним отсюда так было вот что хотел сказать за то что я тоже посмотрел на себя и понял что господь мне послал хорошее испытание проверку для себя проверку себя познать так-то по сути действительно мне ничего не надо сейчас единственно вот я мне конечно от жуткой боли было плохо вот это время и вообще страдание это печально я очень сожалею когда люди страдают сам это никому не пожелаешь и вообще болеть это плохо но конечно я уже давно пришел да я и был то в этом состоянии всегда их 25 я все понимал и в 27 и в 30 и в 32 35 конечно вот эти буддисты они же как бы достигают просветления и сжигают себе вот честно у меня точно такое желание жизнь конечно я умею радоваться жизни я радуюсь я испытываю удовольствие как и все от еды прочих от всех вещей жизни за счет своего тела или внутренних органов чувств которые от нас сокрыты да но жить не скучно да то есть я даже сам себе ищу всегда что за чтобы зацепиться вот вот проповедуешь даже да потому что конечно чего еще на этой земле познать вот кому-то все интересно а мне чего интересно не такое ощущение что я землю вдоль и поперек проходил на это мы остановимся это к вопросу о реинкарнации и и о возрасте вы знаете я часто об этом говорил вот этом взросление души и вот мы поговорим действительно что возможно все таки душа свой возраст приобретает не за одну жизнь все может быть на этом моя исповедь год спустя заканчивается час как раз я наговорился я все сказал не знаю чего он прибавить дальше будем также проповедовать и в свободной форме будем продолжать читать писанием всем добро пожаловать на сайт на канал христолюб там мы читаем не на лаве а там кто не знает она лаве я выкладывал такие вот какие-то свободной форме хотя нет еще хотел сказать немножко я наверно где-то подуспокоился знаете что тоже а то будет меньше так спрашивали про изменения сколько тоже я тратил силы вот на ролики никто не знает я помню еще с бесед но кто за кто может наблюдал вот кто давно смотрит меня эти монтажи вот это по скайпу я помню общались кто видел мои первые беседы многие я закрыл это закрыл не по своей прихоти или желание люди от меня стали отворачиваться звонили писали убери все это нам мерзость чтобы знали что мы с тобой тут общались общаемся я почти все там я много удалил пошли просто сказали убери а кто помнит самый первый еще раз козлова сергея все это начиналось да там монтировал я по пять часов только чтобы вот эти все мы общались вот так а потом из этого делали ролики вот так сергей козлов делал я потом стал начинал с этого сколько туда вставок делал картинок все цитатами из писания говорили там на ролике порой по несколько дней монтировали были ролики я монтировал говорили кто помнит я говорил даже безудержный и всякому говорить и 4 часа и 5 я после этого просто свалился и все что с козловым и самим серега такие более-менее потом с разными людьми кто помнит у меня по несколько звонков в день было и все игры от часу до пяти часов доходило из них потом ты выбираешь лучше нарезаешь все это все сопровождаешь ссылками какими-то вставками закачиваешься это обрабатываешь чтобы ролики в ю тубе там работали продвигались эти тоже важно это нормально что мы проповедники это делаем ролик надо обработать сделать значок все там это описание добавить комментарии теги кто знает что это такое чтобы ролик был что все это было упаковано как это есть такой язык блогерский до сайт я сколько этот дел и переделывал кардинально переделывал помимо эту сколько мне тогда было вообще много общения которого я скрывал и не показывал просто личном общении люди ко мне обращались ну и сейчас уже даже не об этом хотя сейчас это тоже начинается и я даже не знаю отдаваться этому служению или нет это тоже очень тяжело с людьми очень тяжело я то с ними работал и работаю в бизнесе вот это самое тяжелое это работа с человеком потом вот эти христалю все что связано с писанием потом даже на лаве кто помнит мои первые ролики я их очень долго с ними все их записывал сначала потом монтировал со вставками с писаниями с картинками кто помнит мои там чуть ли не ученические вот эти рисовал все фотошопе в живом режиме как я ролики записывал с фото все это там там посмотрите вот кто если знает это это кажется это пять минут это очень долго готовить презентации вот как называется кислой да я там делаю таким деревом посмотрите по бытию мои ролики это кажется что это пять минут вот так сделать а ведь до многих что-то дошло только благодаря этому про атом там вот это вечность время я все сопровождал визуальным каким-то а ведь я у меня у самого очень развита визуальная память и восприятие на и вообще человеком кто знает на 95 процентов информация через глаза воспринимается даже не через уши наш нас глаза видят постоянно а звука в мире намного меньше они бестолковые там машина улица даже говорящие люди а вот визуально очень много воспринимается вот я над этим работал и что у меня изменилось в этом плане я скажу я решил я вот сейчас вот кто видит как я делаю я уже тогда это к этому подошел почему говорил что этот бук я хотел под кое-что к чему дошел уже тогда менял свою манеру сейчас я год по крайней мере все что я буду писать это вот я я не монтирую ролики это сокращает время согласия будет больше времени я пишу специальный программ я могу вот эти всякие сцены там делать я умею и этого достаточно хотя их тоже их надо сделать ее раз записать поэтому сейчас конечно будете меньше видеть всего чего-то там живого до такого прям динамического но я могу все это так показывать вот как я могу там канал показать комментарии хотя это тоже не просто надо опять перечитать все посмотреть вернуться что-то лишнее убрать это кажется все я все еще на работе всем говорил всегда говорю мне есть свои там любимые фразы рабочие чужими легками руками все легко кажется всегда и начальнику к сожалению о рабочих он такого мнения и рабочий должен начальник ничего не делает и так всегда хозяин или учредитель тоже думать что никто фирме не работает это конечно вечная беда никто не видит вот это всегда подготовить на работе вы знаете чтоб собрать вот это огурчик помидорчик там тоже заказала что там один огурчик висит на кусте а сколько пришлось чтобы это огурчик то вырастет землю перехопать подготовить потом вечно за ней ухаживать поделивать удобрять подвязывать и там что там один огурчик вылезто ну два ну три вот так сколько там всего то сколько труда ради этого да вот сейчас конечно я в плане монтажа по-своему как я считаю подошел к минимуму хотя я работаю над этими же текстами я там в этом ролике о пожертвовании сказал сейчас еще повторяюсь с текстами работаю много это необходимо без них я сам ничего чего вот в этом черно-белом тексте библейском можно увидеть на любом сайте и вешу молчу в книге да ничего в глазах беги беги ребит все разбегается чё ты ищешь строчки аж сливаются я вот обязательно работаю я благодаря тому что ты все разбирал евангелие у него самого в голове порядок это очень важно конечно не каждый к этому способен и нужно это делать для того то есть разные люди всегда разные дары таланты я вот делаю вот это наверно сменилось то что я немножко попроще стал относиться как-то знаете надо я так дольше кролику готов даже внутренне что-то настраиваться и кстати это не просто проповедует уж как бы такой же труд все тоже понуждать приходится вы знаете вот устаешь вот сейчас поговорил все все сушняк все кипит внутри где-то что-то бывает тоже трясется это же и глаза вот устают и все и просто какое-то внутреннее истощение когда говоришь что сам что с людьми тоже непросто но вот то что я минимум там стараюсь к этому монтажу потому что никому это не надо все это тоже вот как охорот у меня вот так вот зарос так и это все честно вот этот канал все ткану это в лето или сколько я сил бывало тратил на один ролик и никто просто представить не может и кому это на конечно уж кому-то это мы не мы не можем оценить все свои плоды всех своих делов но сейчас я конечно буду стараться делать этого минимум наверное достаточно живого слова ничего делал иисус много он там что-то не знаю рисовал готовился нами говорил в простоте я вот буду сейчас по крайней мере ближайший год от писания ветхого за это налавия будут простоте я даже ролики и я стал найти как блогер загоняться тоже что тут эти фоны менять и так и так снимать и пойду погуляю там велики покатаюсь вам там сниму там сниму тут разные фоны там дел значки эти разные вот верю вы увидите конечно это простоту я буду к минимуму заморачиваться побольше кпд и поменьше этого если есть воля божия если моя ролик кому-то полезно и издательны люди сами будут делиться вот где-то размещать потому что цель лично моя чтобы люди просто стали счастливее если эти люди помогают освобождает кого-то делай счастливым кто-то кому-то добро сделает тут послушав мой ролик вот мы истинная цель хотя при этом и трудиться надо не что я никаких усилий не будут прилагать и точно так же я ролики обрабатывают и должен название придумать описание там все эти теги даты поставить все ну кто занимался то знает что это такое я это конечно что-то будет но я буду стараться какие-то вещи по крайне на сегодняшний момент как я это вижу что да я чуть от этого так устал тоже нужно вот передышка и мне этот год дало что я утвердил что пока я так и буду у меня кстати ролики на лаве от христолюба ничем особо отличаться вот не будут только инжен поменьше я в свободе говорю не буду я писать на мобильник что-то ходить вот сижу и сижу и все в другое место уехал то что я сейчас может немножко поезжу как карантин я буду в любом месте писаться обычный микрофон тоже да тот студийник хорошо но его надо вот так вот карту держать как вот поют кто знает тогда там такой глубокий красивый голос если даже вот здесь вот на том же расстоянии у меня сейчас вот в концовке же видели я ролики записывал там по оборудованию по студийному ой кстати мне батарейка заканчивается все а то ролик не сохранится заканчиваю итак час 10 а сейчас записываю опять на тот микрофон тур вам показывал даже не за три тысячи у меня есть студийник этот за сколько там за действием почти обрад на лики за 5 урвал есть роб вот этот пушка тоже за три хорошая роб австралийская есть вот эта петличка за 150 в оконцовке опять пишусь на эту петличку за 150 рублей гроб я просто дома оставил на студийник бесполезно здесь его долго здесь его могут кошки повредить на улице это не жалко и вроде никто не трогает качество за счет расстояния студийник так и в этом я разобрался там во многих вещах студийник не будет этого давать своей красоты хотя там большая диафрагма он для этого придумал но он только вот так вот это надо ли подкасты писать либо как я там делал но здесь мне нет возможности вот так вот сейчас делать на улице потом дома может быть у него чуть получше это наеру если честно и то есть я буду какой-то среднячок выбирать и гармонию между вот этой простотой и целесообразностью все вместе вмещать все исповедь моя христолюба на этом заканчивается лепите ваш жирный божественный лайк ибо все мы боги и дети всевышнего всем и в комментариях под роликах я жду ваши мысли размышления советы критику правильную правильную и исходящую все таки из доброго сердца чего не так какие мысли если человек с доброй души всегда прислушаюсь почитаю если вам не что-то не так или рядом со мной я всегда это исправлять стараюсь моя цель совершенства я к ней стараюсь идти кто не подписан на мой канал впервые попал видео и а а и Продолжение следует...